Зашла Санта-Фе. Санта-Фе у нас... Сейчас смотрим, смотрим. 11-го года, пробег 301-205. Якобы на замену двух форсунок топливных. Какие форсунки хозяин автомобиля не знает, поэтому указали тест на обратку. То есть якобы сбрасывает в обратку. Форсунки у нас здесь топливные пьезо. Здесь мотор у нас 2.2 D4HB, ТО-94 лошади. Вот так форсунки в бошевских упаковочках. Кто у нас производитель? Один. Турция. Не знаю, как эти будут пьезо, потому что я часто сталкивался с евро-четвертыми, евро-третьими, которые делает Индия и Турция. При установке четырех, ну пусть будет трех-четырех, чувствуется, что форсунки все-таки работают некорректно. Форсунка уже идет с новой шайбой. Шайба нам не нужна. Уплотнительного кольца здесь на бошевской, то есть пьезо-форсунки уже нету, потому что кольцо, то есть сальник, находится там, в колодце, то есть в постели распредвалов. Также здесь имеются уже все евро-четыре, евро-пять и евро-шесть. Все имеют код для прописки. Вот он у нас код, семизначный. Это набор букв и цифр. Надо будет снять обратку. Здесь, допустим, на многих форсунках там Делфи, у них просто выходит такой шток, то есть как бы отлив, в который можно ставить шланчик. Просто делают тест на обратку. У большей части бошевских форсунок вставляется вовнутрь, то есть и в наборах для теста на обратке там, в принципе, все есть. Вот, но вот именно здесь, по верхней, вот, я ни разу не видел приспособа именно в наборах таких. Поэтому я буду тоже так же одевать шланчики, но единственное, что шланчик одеть не дает резинка. Или она может завернуться, вот это черненький. Жалуются клиенты, что они заехали в сервис и им обломили обратку. Первое, что нужно, это продуть весь микроразъем. Вот здесь между замком и основной, то есть вставляем, разжимаем, расталкиваем и тянем вверх. Если рука не подлазит, тогда берем, допустим, там клипсодер, плоскую отвертку и можно будет помочь ей. Ну все, делаем аккуратно. А желательно все это сделать на хотя бы теплом или на горячем двигателе. То есть пластик уже более мягкий. На пьезо топливной форсунки идет под пор обратного давления с топливного фильтра. Вот у нас здесь трубочка выходит. Туда в обратку сперва поступает давление с насоса подкачивающего. Потом там открывается клапан и начинает она работать. Если мы сейчас ее вот так бросаем, то отсюда хлынет топливо. Поэтому шланчик надо будет пережать. То есть либо это есть специальные такие пластиковые плоскогубцы для пережатия тормозных шлангов, ну и различных. Либо можно использовать гибельцы. Ну, если у вас нет и того, и другого, то берете друга, который будет с плоскогубцами чуть-чуть поджимать ее. Ну вот все, вот так сейчас пережал. Вот они у нас резиночки здесь сейчас будут. В перчатках очень удобно снимать. Цепляется она прям очень хорошо. Готово. Зачем? Почему? И при каких обстоятельствах мы делаем тест на обратку? То есть, ну, допустим, многие там снимают насос, форсунки, что-то, да? Все это долго, дорого и не факт, что даст результат. Потому что проблема может быть вообще в другом месте. Сузить круг, сделать с затратой. То есть, меньше. Это первое. Нужно сделать тест на обратку. Симптомы, то есть, утечки, недокачки насоса, там, подсос воздуха в системе, то есть, не держат регулятор. Есть у нас раковина в топливной рампе, там, на регуляторе. Или сливают сами форсунки, не держат. То есть, в любом случае, мы начинаем с него. Это самое первое. Самое первое, что мы должны сделать. Симптомы будут на холодную, она будет заводиться у нас, допустим, лучше, на горячую, так как топливо жидкое, дольше крутить. Вот сейчас запустим, попробуем и увидим. В отличие от других форсунок, там, Delphi, Bosch, там, старого образца, нового образца, да? Пьезо должна скидывать очень-очень мало. Вообще, то есть, очень мало. Если там в среднем форсунки, там, за время тест-плана должны сбросить, там, 17, 20, 25 миллилитров, то в нашем случае, то есть, это должно быть 2, 6, 7, то есть, очень мало. Ну вот. Заводилась она у нас долго. И что мы видим? Мы видим, вот, топливо, смотрите. Раз, два, три. И вот только в форсунке первого цилиндра у нас пошло топливо. То есть, проблемной форсункой является только одна первого цилиндра. Воздуха в системе нет. Сейчас, все, понизу, пущу, пущу. По мне, по опыту, то, что она сбрасывает, для пьезо-форсунки это много. Но, я думаю, это не все. Она заводится, как бы, очень долго. Колба сейчас должна была либо быть полной уже, либо, допустим, у нас были бы 2 форсунки. Но тут всего одна. Всего одна, поэтому... Снять будем одну форсунку первого цилиндра, ее прописывать. И после этого, скорее всего, еще раз попробуем. Будет лучше, но результат будет не полностью. Следующим этапом, ну, к примеру, в нашем случае, следующим этапом, если имеется регулятор в топленой рампе, то мы его будем снимать. То есть, там либо регулятор не прижимается к топленой рампе, пропускает, либо не держит сам регулятор. То есть, ну, когда увидим, уже узнаем. Ну вот, наглядный пример того, что кто-то где-то чего-то сказал, или кто-то сам чего-то придумал, выдумал. Человек купил форсунки, приехал, сказал, поставьте. По факту, то есть, сделав диагностику, у нас получается другое. Ну, форсунку сняли. В целом, практически всегда снимаются они хорошо, без проблем. А вот с болтом крепления форсунки добывают проблемы. То есть, вот он с завода туда засыпается песочек, и он там потом при откручивании песок не дает открутить. Либо он там отламывается, либо выворачивается вместе с резьбой. Фрезеровку в шахте мы здесь делать не будем. Здесь шайбы сгорают крайне редко. Поэтому там сейчас я все продул, прочистил. Вот. И там все идеально. Вот. Можете глянуть. То есть, там все как новенькое. Так, не забываем колечко. Колечко на обратушку обязательно смазываем. И все оставшиеся тоже сейчас. Сразу делаем, это будем обратку защелкивать. Те, кто пишут, что надо там обязательно это делать, обязательно то делать. Это было, я не помню, какое-то видео с прокладкой клапанной крышки, где они говорят, там все пишут, вот ты типа не умеешь, там затягивают клапанную крышку. Ребятки, вы это сделали два раза. А я это сделал сто раз. То есть, я уже давным, давно еще с десятого раза понял, как лучше. То есть, как качественнее это сделать. Где нужно мазать, где не нужно. Где специальная смазка, где не специальная. И опять же, если бы я работал первый год и рассказывал бы вам второй, третий. То есть, у меня опыт уже восемь-девять лет. То есть, и люди, которые даже еще, может быть, сейчас видят меня или вспомнят, там, работал на Сходнинске, на Герой Панфилдс. Очень много людей, которые до сих пор обслуживаются еще с того техцентра. То есть, и все. И так же я у них все смазывал, так же устанавливал. И до сих пор все снимается, крутится. Но вот свете, которые стоят на горячей стороне. То есть, здесь вот, допустим, у нас на HB стоят на холодной стороне. Они отворачиваются без проблем. И намазать их можно даже плюнуть на нее. И туда поставить, с ней ничего не будет. А вот на горячей стороне, вот тут я поспорю с вами. Чем бы вы не намазали, через два года она все равно не открутится. Поэтому запомните это. Здесь такие ребят, которых с какими-то прям этими... Приезжали и говорили, я там купил американскую смазку. Я говорю, ну так откручивай, на, бери и открути мне ее. Он говорит, а что это она не откручивается? Не знаю, то есть, два года. Два года, то есть, через два года можно открутить, но с трудом. Тоже многие смотрят видео, и заранее, прежде чем их открутить, там, периодически, там, через день, каждый день, по вечерам, там, приезжают после работы, и кто-то заливает ВДшечкой тормозной жидкостью или что-то. Да, эта вещь работает, но только она сработает тогда, когда вы будете делать это, там, неделю, две, три. То есть, и потом, да, это работает. Но если вы за один-два дня, там, побрызгали, помазали, это не поможет. Не имеет значения, что вы будете закручивать первым. Эту гайку, эту гайку, то есть, к рампе, к форсунке, или сперва к форсунку, потом к гайке, не важно. Поломка по сбросу топливных форсунок где-нибудь далеко от дома, и у вас там есть форсунка, есть возможность ее сменить, но нет возможности прописать, ничего страшного. То есть, вы можете, она заведется, будет работать ровно, даже без прописки. По прибытию вы можете обратиться, то есть, в техцентр, где есть возможность делать прописку. Вот мы поставили форсунку, сразу ее пишем. Вот, смотрите, форсунка второго, А1. И смотрим туда. А там у нас стоит В1. Вот, смотрим третью форсунку. Здесь у нас 8. Третью, она была новая, ее прописали, все верно. И последняя у нас форсунка, четвертая, ДС. А там стоит ББ. То есть, прописана только одна форсунка. А во-первых, у нас была ББК. Вот она, где у нас, где старая форсунка. Вот, здесь правильно было. Опять же, напомню, что блок управления двигателем, он видит этот код, который сейчас на новой форсунке я поставил. Он видит этот код. Если этот код я введу неправильно, то есть, он дашь ошибку записи. Ввести другой код не получится. Пробуем заводить. Это был воздух. Это был воздух. Смотрите, вот сейчас один из тех случаев, когда причиной утечки топливной в форсунке остается что-то другое. То есть, вроде бы, как бы поставил форсунку, и проблем нет, и поехал. Но нет. Бывает такое, что выходит в строй датчик давления, регулятор. И он же своим избыточным давлением раздавливает. То есть, ищет одну из четырех слабых форсунок и раздавливает ее. То есть, если до этого заводилось долго, но работало без проблем, то сейчас регулятор показывает, что он прыгает, скачет. То есть, работает очень плохо. Регулятор, вот у нас в рамке, причиной может быть как неисправность самого регулятора, так и забитый регулятор. Регулятор год назад снимали, но уже за год якобы сто тысяч проехали. Опять же, какие фильтры, какое топливо. Будем сейчас снимать. Смотрите, сейчас запущу, и услышите, как плавают обороты. И вот смотрим на регулятор, смотрите. Открывается, закрывается, и вот выравнивается, выравнивается. Тут у нас должно быть 17, 19, 18. То есть, вот это мало. Очень мало. То есть, зажатый. Регулятор вот вытащил, и видно, что он весь, весь как ежик. Там даже поблескивает, как будто бы стружка. Полностью забит регулятор. Просто еж. Можно, допустим, магнитиком. Она может быть как стальная, так и алюминиевая, так как у нас алюминиевая идет из ТНВД. То есть, можно, допустим, на свету попробовать рядом проводить магнит, и они, усики, будут шевелиться. Вот здесь вот прям здесь. Смотри, мы подмагнитилась. Да, да, да. Крошечки с магнитизом. Чуть-чуть, да, отходит в сторону. Руками промываем, продуваем воздухом, потом закидываем в ультразвук. Так как грязи много, и форсунка вышла из строя, может быть, не спроста. Может быть, и пошла стружка. Снимем датчик давления с другой стороны. И насквозь давлением очистителя на ту сторону вымоем все, что есть в рампе. То есть, на датчике уже на самом давлении мы вряд ли увидим. То есть, стружку ее здесь не будет. Нет, тут просто топливо, и все. Вот это топливо, которое сейчас, топливо-очиститель, оно скапливается. То есть, там, на коллекторе, в пазах таких, выемках, надо будет его откачать, потом. Как всегда, опускаем только механическую часть вовнутрь. Самое главное, процедуру, которую мы проводим, не гарантирует полной исправности. То есть, нет гарантии, что он будет работать идеально. Поставили мы, помыли, почистили, и обороты плавать стали еще хуже. Подбросили тестовый. Сейчас вот у нас там стоит это родной регулятор. А туда подбросил я рабочий тестовый регулятор. И вот на нем уже работает хорошо машина. Вот этот звук, который, если вы услышали, это у нас идет маховик подстукивает. То есть, нам нужен регулятор. Машина уже уехала, ее нет, поэтому надо заканчивать как-то. Регулятор по цене объявили клиенту, как бы, он был не согласен. То есть, вроде бы как бы он приехал со своими форсунками, поехал на кто-то где-то, не знаю, сказал, может, сам придумал. То есть, форсунки он купил по 21 тысячи, что ли, а вот на регулятор у него уже не хватило. Обговаривали, что, то есть, вот эти скачки давления топлива могут привести, опять же, к выходу из строя. На что мне был ответ, что якобы это уже не первый раз. Первый раз это происходило, когда чистили до этого регулятор, и потом вроде как-то прошло. Потом он залил какой-то антигель у него опять появилось, стали прыгать обороты, то есть, скакать, то есть, стучать. И он говорит, потом я вроде дал газку и все, пропал. Ну, это как бы неправильно все. Неправильно, потому что вполне возможно, что как раз вот эти вот скачки и повышенное давление топлива регулятора, то есть, привело у нас к замене топливной форсунки. Вроде бы, как денег нет, сказалось, зарплату получат, приедет, или закажет у нас регулятор, или, допустим, привезет сам и заменим. Может быть, будет возможность, покажем вам и все это с ними. Дело в том, что если у нас, вот как этот случай, и таких масса много случаев, то есть, вы приезжаете, большой пробег, у машины, допустим, там 301, и так как форсунка сломалась, он говорит, ну, вроде бы, как она родная, пора ей. Вы можете сделать одно, может выскочить второе, третье и четвертое. То есть, не забывайте про это. Ну, все, всем пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok